Сергей Витальевич, ну, наверное, не тот результат, который ожидали на сегодня, такое крупное поражение. Нет, результату даже, дело не в результате. Наша задача, говорю, что что не получилось, это то, что мы провели очень хороший матч против словенцев. Вот, а эту игру думали, выйдем сейчас, еще лучше будем, а на самом-то деле уже и усталость накопилась, и вот это двухразов в режиме, что работаем, уже как бы силенок нету, вроде желание есть, хочется держать структуру, а когда соперник начинает быстрее, в каждом эпизоде быстрее, начинает уставать голова, начинает уставать голова, начинаешь не уставать, начинает ручиться структура, и поэтому такой результат. Хотя, говорю, пропустили эти три мяча, я сейчас со стандартов, вот, это опять же, мы уже в этом году достаточно со стартов, я думаю, в сезоне уже не будет этого. Нет, тут, конечно, понятно, что мы нашими молодыми защитниками уже играем, тут как бы уже три игры, плюс команда очень хорошего уровня, и я считаю, что все закономерно. Тем не менее, после игры со словенцами прошло всего пару дней, и абсолютно разные команды видели в том матче и увидели сегодня. Потому что я дал те нагрузки, которые ребята играют опять под большими нагрузками. Через игры мы сейчас набираем объем беговой работы, мы не готовимся к игровой, мы именно готовимся к сезону. Вот так и сегодня тоже совсем еще не получалось, опять же, устава сказывается куда еще? А, конечно, если ты вроде бы, ты не можешь резко обыграть, у тебя нет резкости, у тебя есть только объем, который ты бегаешь, вот, ты выдерживаешь, все ребята выдерживают полную игру. Все, кто играл, все выдержали, объем беговой работы выдержат, но в скорости, то есть в быстроте, в резкости уступаем, потому что до сезона еще больше, чем полтора месяца. И нельзя ничего форсировать, если мы хотим подготовиться к сезону. А на результат это мы смотрим, как вот дали шанс молодым, пускай побьют, посмотрят, какой футбол играет в России. Со слабыми соперниками мы всегда найдем, как сыграть. А именно вот с такими командами, которые борются за попадание в премьер-лигу России, которые опытные игроки, многие поигравшие уже выше лиги. Поэтому все хорошо. Ребята увидели, как надо вести единоборство. Антон Сороков сегодня вышел впервые в этом году на футбольное поле. Как он вам сегодня? Ну, понятно, что он готов на процентов 15 еще от своих возможностей. Мне важно, чтобы он через эти игры набирал тоже объем беговой работы и потихоньку выходил на свои кондиции. Он выйдет, но не надо никуда спешить. Он отыграл 30 минут, хорошо. Все, потихоньку мы двигаемся. Лова Хвощинский отыграл 45 минут, да, двигаемся дальше. Те ребята, которые лучше готовы, они уже всю игру сыграли. Это у нас и Найок Саша, и Шева тот же отыграл всю игру. Это у нас отыграл Быков Артем, Гуренко Артем отыграл практически всю игру. Хотя и многим ребятам до этого у нас сыграл всю игру. Чиж сыграл в этой игре только тайм. Потому что нельзя потерять футболиста. Когда уже переходит предел, есть момент получения травм. Третий матч уже играет на этом сборе молодая линия центральных защитников. Прибавляют ребята, как по-вашему? Ну, это только покажет, когда они будут играть на свежаке, на легкости. Этот матч им был очень сложен, потому что в той игре, я еще раз повторяю, Чиж сыграл практически всю игру. И Яков сыграл тоже практически всю игру. А Шева сыграл тайм. Поэтому понятно, что у них было на восстанавливании 3 дня, плюс 2-х разовые тренировки. Понятно, что организм еще молодой, не сложившийся, и было сложнее всех. Я видел, как сложно Найку и Выкову. Так что уже говорить про молодых? Ну и так, наверное, судя по закономерности, можно предположить, что матч против Московского Динамо будет для нас самый тяжелый на сборе. Мало времени на восстановление, плюс, опять-таки, усталость эмоциональная, выхолоченность. Нет, мы сейчас наоборот. Я сейчас немножко спущу. Мы поработаем в одноразовом режиме, в таком щадящем-подводящем. То есть тот пик, который нужен был, мы прошли его. Это была как раз игра с Енисеем. А следующая, то есть у нас первая игра была с Анджей, это была такая подготовительная. Вторая игра, это я хотел уже посмотреть, как мы что, что наработали, уже я немножко отпустил. Потом опять добавил нагрузок, это мы сейчас посмотрели с Енисеем, загнал команду в яму. А сейчас два дня, мы восстановимся, и я думаю, уже с Динамом Москвой попытаемся сыграть более... Олег, то есть все как у Нибора Летова, все идет по плану. Все, спасибо.